Я езжу сюда с Михалёва. Мне очень нравится эта баня. У нас иногда бывают там перебои с водой. Люди из соседних районов города и деревень рассказывают, что в пятой бане перебоев с водой не бывает. Жизнь беспорной жители частного сектора и двухэтажных домов себе не представляют. Для них, хоть и временное закрытие бани, уже настоящая трагедия. Такого безобразия мы никак не ожидали. Мы не знаем, кем принято это решение, но мы возмущены очень. Потому что в баню ходит огромный район. То есть у нас тут Глинищево, Курьяново, Чернореченский, Новоталицы. Ходят с семьями, ходят регулярно. Пенсионеры уверены, что над их многострадальной любимой пятой баней власти просто издеваются в очередной раз. На входе недавно повесили объявление, что помывочное отделение с 8 мая до начала октября будет закрыто. Но в чем причина, указать не посчитали нужным. У нас есть дети, у нас есть внуки. Где им помыться? Это надо брать куда-то, ехать с детьми. У нас финансово не позволяет. Раньше, говорят любители парной, отделение закрывали на месяц-полтора. В этот раз почти на полгода. У людей есть опасения, что с пятой бани на рабочем поселке им скоро придется распрощаться навсегда. Начинается лето, жара, пыль, грязь. И где помыться? У нас частный сектор. У нас нет в доме ни бани, ничего у нас такого нет, ни душевую кабину, ничего у нас нет. И мы против того, чтобы закрыли нас только месяцы в эту баню. Людские опасения о закрытии не беспочвены. Четыре года назад мэрия, без учета мнения местных жителей, отдала половину муниципальной бани под салон ритуальных услуг. Сейчас здесь два входа. В одну дверь люди идут за венками, в соседнюю дверь с вениками. Мы пытались позвонить, нам нашли мы телефоны в интернете, благо сейчас все это можно найти, трубку не берет никто. То есть вообще никто не отвечает совершенно. Однако нам посчастливилось связаться и даже встретиться с руководством городского оздоровительного центра. По словам директора, баня при трех рабочих днях используется всего наполовину своей мощности. Содержать помывочное отделение в теплое время года нерентабельно. Принято решение о закрытии. Это уже традиционный период закрытия пятой бани. Потому что при расчетной нагрузке по посещаемости этой бани, по сравнению с аналогичными периодами предыдущих годов, падение идет где-то на 20%. За месяцы простоя бани планируют заняться созданием наиболее комфортных условий для постоянных клиентов. Это и ремонт системы отопления, и канализации, и электропроводки. Пока ивановцам предлагают воспользоваться помывочными отделениями в других районах города. Кстати, в этом году пожелать с легким паром в Иванове будет сложнее. Третью баню также закроют на длительный период. Говорят, на реконструкцию. Владимир Еремин, Владимир Хмелев, телекомпания БАРС.